Слава Украине! Привет всем от Полонского! Я вам много раз говорил о том, что Китай рано или поздно будет забирать Сибирь, или же как минимум Приморский край, или что-то там заберет у России. И в принципе, вот то, что сейчас делает Путин, это фактически подготовка к передаче определенных территорий, Китаю виднее каких, в состав Поднебесной. И с моей точки зрения, я сразу, как только Путин начал свое фашистское вторжение в Украину, я сразу, собственно говоря, сказал, что в результате вот этих потерь, которые расисты понесут в Украине, будет развал армии, соответственно, Россия будет больше не способна защищаться, и будет уничтожено российское мужское население в результате этого, именно с Дальнего Востока, потому что в первую очередь, вы знаете, что на могилизацию забрали жителей Дальнего Востока, то в результате всех этих действий, Китай получит как бонус бесхозные абсолютно территории, как минимум Дальнего Востока, как максимум Дальнего Востока и Сибири, себе, населенных женщинами. В Китае, напомню, сейчас более 40 миллионов холостяков. То есть Путин, в принципе, выполняет порученную ему задачу, очень четко и последовательно. А со своей стороны Китай выполняет свою задачу. И вот о какой задаче идет сейчас речь. Это официальная информация. Газета Asian Times, она печатает приказ Министерства природных ресурсов Китая, которые вернули будущим китайским территориям, пока что находящимся на территории бывшей Российской Федерации, китайские названия. Это официально. Это не то, что, знаете, какой-то шлеппер там, или учитель где-то в школе, вот такой он китайский националист, где-то там детям рассказал, что Владивосток, это, например, Хайшенвай или Хайшенвай. Нет, это официальная позиция Китайского Министерства природных ресурсов. Ну, вы же прекрасно понимаете, что ни один министр китайский без разрешения ЦК КПК пикнуть побоится в принципиальных вопросах, тем паче вот таких вот, как в данной ситуации, переименование пока еще чужих территорий. Вы что смеетесь? Да, если он пикнуть, не успеет пикнуть, его уже арестуют там, за нанесение ущерба такого-то и такого-то. В данной ситуации это можно говорить о позиции КПК, КПК КПК, без вариантов. Итак, что нам говорит де-факто КПК КПК? О том, что теперь для Китая официально, это, еще раз говорю, это официально для Китая, внимание, барабанная дробь, Владивосток снова называется Хайшенвай, Хабаровск, Бали, остров Сахалин, Куэдао, Хребет Становой вновь получил китайское название Внешний хребет Синань. Вот так вот, с этого начали. То есть началось переименование постепенное, если к переименованию еще добавить, то, что большая часть населения Дальнего Востока давным-давно китайское, и, в принципе, не только население, но и земли принадлежат китайцам, потому что там Путин отдал в аренду до 49 лет за два бряз кольца и бусы для туземцев. Он отдал огромные территории на 49 лет китайцам. Соответственно, пришла пора Китаю наводить там китайский порядок. Дело в том, что, к большому сожалению, там сейчас не учат китайский язык, хотя вот большинство населения, именно китайцы, это безобразие, когда в китайскоязычном регионе не учат китайский язык. С этим надо что-то делать. Нужно немедленно вводить зеленых человечков с тем, чтобы помочь, помочь китайским мужчинам, женщинам, в особенности китайским детям, которые родились в Сибири, немедленно начать учить китайский язык, который запрещен на сегодняшний день в Российской Федерации. И ввод китайских зеленых человечков, китайских добровольцев, которые помогут своим согражданам, стонущим на сегодня под сапогом оккупанта российского солдата, влиться в семью народов Китая и начать, наконец-то, учить родной язык. Таким образом, можно сказать о том, что начался обратный отсчет правлению так называемой России на Дальнем Востоке, а, возможно, и в Сибири. Слава Украине! Слава Степану Андреевичу Бандере!